Весьма удачным получился тур для кубанских команд. Кое-кто ездил далеко, кое-кто играл в непростых погодных условиях, но почти все победили. Немного подпортила статистику вторая Кубань, но о ее объективных трудностях обязательно расскажем. Давайте обо всем по порядку. Смотрите сегодня. Кубань-2 заявила на матч только 11 игроков и крупно проиграла СКА. Битва Академии Ростовской и Краснодарской без шансов для гостей. Новый талисман Акула Катран приносит удачу черноморцу уже в первой игре. Определился первый финалист Кубка Края. Им стал Кубань Холдинг. Когда-то игры Кубани с Ростовским СКА были для Юга России главными в сезоне. На поле полыхало пламя, а на трибунах яблоку негде было упасть. Нередки были и отнюдь немирные встречи фанатов. Но не все по-другому, в том числе и топор войны между болельщиками зарыт. В этом сезоне больших задач оба клуба не ставят. Ростовчане традиционно играют ради тех болельщиков, которые даже в эпоху пребывания Ростова в Лиге чемпионов не изменили армейским цветам. У Кубани-2 задача еще приземленнее – выжить. Большой десант из нее уже в главной команде, а Кубань-3 пока не может помочь, потому что на каникулах. Так что на этот матч сложилась уникальная ситуация. Тренеры смогли набрать ровно 11 игроков. В запасе не было никого. Пришлось поставить ребят и на свои позиции. Не было защитников центральных у нас. И пришлось атакующую группу делать из них крайних защитников, центральных защитников. Не будем долго затягивать вступление, а перейдем к игре, где событий было очень много. Уже на четвертой минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота СК. Кубанцы первый шанс забить использовали. С точки был точен Максим Сидоров. Не прошло и пяти минут, как ситуация повторилась. Судья снова указал на 11-метровую отметку. Но вторая попытка не удалась. К точке подошел Кирилл Волчков и пробил в тот же угол, что и его партнер. Однако голкипер Ростислав Солдатенко угадал направление и отбил мяч из правого угла. 13-я минута. Несчастливое число становится вполне счастливым для гостей. Давид Караев ворует мяч у экспериментальной обороны Кубани 2 и сравнивает счет. Тогда зрители еще не знали, что этот мяч стал началом уникального события. Все-таки покер у профессиональных футболистов бывает нечасто. Но в первом тайме в целом разгромом не пахло. Он случился во втором. В этой игре не получилось реализовать свои моменты. Наверное, это в связи с тем, что ребята все бегали на фоне усталости. Установка была прессинговать соперника на чужое половинное поле. Но тупо из-за кадровых проблем мы не смогли выдержать два тайма. Итак, хронология второго тайма. 49-я минута. Третий пенальти в игре. На этот раз ворота Кубани 2. Все 11-метровые бились в этом матче в левые ворота. Герой матча Давид Караев развел мяч у воротаря Максима Бориско. По разным углам. 59-я минута. Караев забивает, может быть, самый красивый из четырех голов. Убежав с середины поля, форвард СКА сначала помучил оборону Кубани 2, а затем неотразимо пробил с острого угла. Впрочем, в хит-параде голов Караева в этой игре с третьим мячом за пальму перенства может поспорить и четвертый. Оцените, как случился его покер на 64-й минуте. Результатом довольны. Пропустили быстрый гол, но то, что не нужно было делать. Сумели переломить ход игры и выиграть эту игру, которая нужна нам была сильно. Я не знаю, первый раз в жизни забил четыре мяча в профессиональной карьере. И одни эмоции, радости только на душе. Ну и, наконец, окончательный счет матча установил уже в компенсированное время Рустам Сосранов. 1-5. Даже несмотря на все объективные сложности, очень согрушительное поражение Кубани 2. Во втором тайме мы перестроились и сыграли на быстрых атаках. И, в общем-то, выиграли по делу, скажем так. Забили четыре, могли еще забить. Не только у нас жарко. В Кавказских республиках, поверьте, нисколько некомфортнее. Афибс приехал в Дагестан играть с Анжи-2 на искусственное резервное поле Анжи-арены. 35-градозную жару трудно показать искрометную игру. Поэтому главным был результат, которого наша команда и добилась. Гости открыли счет уже на седьмой минуте. Правый защитник Андрей Мендель по всем правилам замкнул дальнюю передачу со штрафного. Вторым героем матча стал Филипп Черкасов, который так загонял защитника махачкалинцев Рустама Халимбекова, что довел его до удаления. Причем в первый раз арбитр откровенно пожалел дагестанца, не став показывать ему прямую красную. Во второй раз делать этого не стал. Оказавшись в большинстве, Афибс довел матч до минимальной победы. Непростой матч в Майкопе вышел и у Армавира. Гости вышли вперед в середине первого тайма. Подачу со штрафного Дениса Глобкова замкнул Альберт Гаджибеков. Весь матч дружба пыталась уйти от поражения, и на 83-й минуте показалось, что это им удалось. В очень продолжительной опасной атаке точный удар вышел у Сергея Сечина. Но матч-то длится 90 минут, и на 88-й еще один штрафный Армавира стал победным. Вратаря дружбы Вячеславу Марикоду защитники позволили просто расстреливать с близкого расстояния. И пробить его смог вышедший на замену Семен Синявский. Почти 2000 зрителей пришло на республиканский стадион во Владикавказе на открытие сезона. Как выяснилось, пришли, чтобы увидеть поражение Спартака. Обидчиком хозяев выступил новокубанский биолог. Единственный гол матча был забит уже на 14-й минуте. Атаку новокубанцев справа точным ударом замкнул Егор Гаврилов. Битва двух главных академий Юга России. Под такой вывеской прошел матч Краснодара-2 и новой команды Зона-Юг. Ростовская академия футбола имени Виктора Понедельника. В общем-то, итог матча 6-0 в пользу краснодарцев никаких других комментариев не требует. Ростовчане легко были посланы в нокаут. По два мяча у краснодарских академиков забили Александр Маргунов и Арутюн Григориан. Еще по одному Александр Агеев и Илья Белоуз. Последний, кстати, еще и пенальти не реализовал. Но и так нормально. В настоящий морской праздник превратилось открытие сезона в Новороссийске. Выводил же команду на поле новый талисман черноморца, выбранный болельщиками Акула Катрам. Конечно, в такой вечер трудно было новороссийцам не порадовать свою публику. Однако соперник Махачкалинский легион Динамо не особо горел желанием проигрывать, в 11 человек обороняясь. На 35-й минуте, правда, их осталось только 10. За фолл в середине поля вторую желтую карточку получил Шарапуддин Шалбузов. И тут же пришло и второе наказание. Однако у справа фланга замкнул Альберт Прус. Так новороссийцы вышли вперед. А в перерыве этого матча состоялось интересное зрелище. Три игрока черноморца играли против 100 детей. Счет точно не знаем, но ворота профессионалов голы залетали точно. После возобновления игры черноморец продолжил атаковать. И в одном из эпизодов штрафной легиона Динамо уронили Артура Григоряна. А его тезка Миносян с пенальти установил окончательный счет матча. Почти во всех матчах Тура играли кубанские команды. И мы эти игры вам уже показали. Из матчей не кубанских команд отметим победу обычно не хватающего звезд с неба Ангушта над очень крепкой чайкой. Четыре клуба выиграли первые два матча. Среди них наши Армавира и Афипс, номинальный фаворит зоны Спартак из Нальчика и удачно стартовавший ростовский СКА. Клуб с историей. Внизу также знакомые все лица. Разве что дружбу непривычно видеть здесь. Но она провела только один матч. Трудно придется в сезоне второй Кубани и ростовской академии понедельника. Тем временем состоялась жеребьевка 1-32 финала Кубка России. Нас ждет интересная битва Армавира и первой Кубани. Правда команде Арсена Попекяна надо еще пройти Ставропольская Динамо. Наконец-то мы добрались до того места, где принимает своих соперников Кубань Холдинг, который удивляет в этом году всех. 12 очков отрыва от второго места. И темп такой, что чемпионство можно ожидать уже летом. Впрочем, давайте не будем преждевременно команду перехваливать, а расскажем лучше о стадионе, где она играет. Найти его непросто, но мы справились. Поселок Гослесопитомник в 190 километрах от Краснодара и в 80 километрах от станицы Павловской, где базируется Кубань Холдинг. В полуфинале Кубка Края лидер чемпионата принимал команду сенсацию этого розыгрыша. Пионер из Ленинградской. Вроде бы ничем не примечательный клуб, занимающий третье место в первой зоне первой лиги, в Кубке Края уже выбил и прошлогоднего чемпиона кубанскую корону, и краснодарский ГНС «Спартак». Пропустить такую афишу было нельзя. Будет сюрприз, если пионер. Ну, а надеемся, конечно, Кубань Холдинг пройдет, и мы на финале побудем. В общем, из 700 человек, которые могут поместиться на стадионе «Мартин», в среду, в принципе, еще в рабочее время собралось минимум 500. И те, кто пришли, не прогадали. Кубковые матчи темы великолепны, что здесь не важно, кто в какой лиге выступает. Все решает только одна игра. И вот первый тайм ее прошел в абсолютно равной борьбе, с минимумом моментом у ворот. Главное событие, по большому счету, случилось на скамеге гостей. 37-летний пионер Евгений Мартыненко так возмущался о работе арбитра, что тот не поленился навестить его и показать желтую карточку. А вот во втором тайме класс Кубани Холдинга стал сказываться. Лидер чемпионата и атаковать стал больше, и моменты у ворот пионера создавать. Причины для этого были объективны. В составе гостей шестерым футболистом уже за 30. И для всех футбол это просто хобби. Эти мужчины ежедневно ходят на другую работу. Даже на этот матч многим пришлось отпрашиваться у начальства. Сил не хватило. У нас рабочая команда против освобожденки. Команда сильнее, конечно, по составу, по тому, как они тренируются, вместе живут все. А мы приезжаем, и сегодня все приехали с работы. А люди, которые не тренируются, не работают, есть же разница. Вы думаете, мы вас готовим к тому, что во втором тайме лидер смял дерзкого выскочку? Куда там? Основное время матча так и завершилось нулевой ничьей. Мужики из Ленинградской гнулись, но не сдавались. Пришлось играть еще 30 минут. И неизвестно, чем бы все дело закончилось, если бы тренер Кубани Холдинга не выпустил со скамейки свежих игроков. Один из них, Константин Михайлов, на 104-й минуте игры все-таки забил победный гол. Все довольны. Единственное, что не удалось в основное время, как мы хотели, сыграла роль тоже жара какая была. Да, фаворит в итоге победил, но сделал это отнюдь немалой кровью. Игра, может быть, даже дала повод Кубани Холдингу немного переосмыслить свой наполеоновский марш в нынешнем сезоне. Довольны мы результатом тем, что мы будем играть в финале Кубка Крайя. Все остальное, качество игры, организация игры, сегодня оставляла желать лучше. Соперник Павловчан по финалу определится 9 августа в матче «Колос-Омега» – третьей и четвертой командой нынешнего чемпионата. Финал же пройдет 26 августа и обещает стать незабываемым событием края футбольного. Главную же новость недели мы оставили на самый финал. Случилось оно в воскресенье в далекой Португалии. Наши студенты стали двукратными чемпионами Европы. Скоро они вернутся домой и все нам расскажут. Смотрите нашу программу и следите за тем, чем живет край футбольный. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!